Преподобный Серафим Вырецкий Хотя бы раз в жизни нужно поставить свечу за тех, кого мы обидели, обсчитали, у кого украли, не вернули долга. Старец говорил, что настанет время, когда за каждого верующего будут по сорок человек цепляться, чтобы он вытащил их. Господь тысячу лет будет ждать, чтобы хоть один человек спасся и восполнил число упадших ангелов. Старец говорил, что душу нам дал Господь, но тело наше от родителей и прародителей наших, поэтому часть их греховных страстей переходит к нам. Вот мы и должны молиться о наших родителях и прародителях. Они ждут нашей молитвы и так радуются, когда мы молимся о них. А те, кто уже находятся в Царстве Небесном, помогают нам. В самые тяжелые времена удобно будет спасаться тот, кто в меру сил своих станет подвязаться в молитве Иисусовой, восходя от частого призывания имени Божия к молитве непрестанной. Мы имеем право судить только самого себя. Даже рассуждая о каком-либо человеке, мы невольно осуждаем его. Своим духовным чадом старец советовал как можно чаще читать молитву святого Ефрема Сирина «Господи, владыка живота моего». В этой молитве, говорил старец, вся суть православия, все Евангелие. Ею мы спрашиваем у Господа помощи на приобретение свойств нового человека. Молитва ограждает и отражает страшные внушения темной силы. И особенно сильна молитва близких, молитва матери, молитва друга. Она имеет великую силу. Всемогущий Господь управляет миром, и все, совершающееся в нем, совершается или по милости Божией, или по попущению Божию. Судьбы же Божией непостижимы для человека. Три святых отрока в пищи Вавилонской исповедовали Бога и воистину верили, что все духовные и гражданские бедствия, попущенные на них и на израильский народ, попущены по праведному суду Божию. Только такое воззрение на сущность всего происходящего привлекает в душу мир, не попускает увлечься разгорячением, направляет зрение ума к вечности и доставляет терпение в скорбях. Да и сами скорби представляются тогда кратковременными, ничтожными и мелочными. Неси эту натяжесть креста. В день скорби поведай печаль твою Господу, и Он утешит тебя. Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведомо то, что нам полезно. Молитесь всегда так. Предаю, Господи, себя, детей своих и всех родных и ближних в Твою святую волю. Ныне пришло время покаяния и исповедничества. Самим Господом определено русскому народу наказание за грехи. И пока сам Господь не помилует Россию, бессмысленно идти против Его святой воли. Мрачная ночь надолго покроет землю русскую. Много нас ждет впереди страданий и горестей. Поэтому Господь и научает нас. Терпением вашим спасайте души ваши. Нам же остается только уповать на Бога и умолять Его о прощении. Будем вспоминать, что Бог есть любовь, и надеяться на Его неизреченное милосердие. Болящим старец советовал принимать по столовой ложке освященные воды через каждый час. Говорил, что сильнее лекарства, чем вода и освященное масло. Нет. Как часто мы болеем, говорил старец, из-за того, что не молимся за трапезой, не призываем Божие благословение на пищу. Раньше все делали с молитвой на устах, пахали, молились, сели, молились, собирали урожай, молились. Сейчас мы не ведаем, какие люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь часто еда приготовлена с хульными словами, руганью, проклятиями. Поэтому обязательно нужно окроплять трапезу иорданской крещенской водой. Она все освящает, и можно, не смущаясь, вкушать то, что приготовлено. Все, что мы вкушаем, это жертва любви Божией к нам, людям. Через пищу вся природа и ангельский мир служат человеку. Поэтому перед трапезой нужно особенно усердно помолиться. Прежде всего мы призываем благословение Отца Небесного, читая молитву «Отче наш». А там, где Господь, там и Божия Матерь, там и ангелы. Поэтому поем «Богородице, Деву, радуйся» и «тропарь ангельским силам» небесных воинств архистратизи. Недаром мы говорим «Ангела за трапезой». И воистину ангелы с нами за трапезой, когда мы с молитвой и благодарением вкушаем пищу. А там, где ангелы, там и все святые. Поэтому мы поем «Тропарь» святителю Николаю, призывая вместе с ним благословение всех святых на нашу трапезу. «Господь силен восставить делателей, если мы будем просить. Давайте же молиться и просить, и тогда из камней восставит Господь избранников своих». От меня это было. Это стихотворение старец Серафим написал для своих духовных чад. «Думала ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и меня, ибо касающееся тебя, касается зеницы ока моего? Ты дорога в очах моих, многоценно, и я возлюбил тебя, и поэтому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя. Когда искушение на тебя и враг придет, как река, я хочу, чтобы ты знала, что от меня это было. Что твоя немощь нуждается в моей силе, и что безопасность твоя заключается в том, чтобы дать мне возможность защитить тебя. «Находишься ли ты в трудных обстоятельствах среди людей, которые тебя не понимают, не считаются с тем, что тебе приятно, которые отстраняют тебя? От меня это было. Я – Бог твой, располагающий обстоятельствами, и не случайно ты оказался на своем месте. Это то самое место, которое я тебе назначил. Не просила ли ты, чтобы я научил тебя смирению? И вот я поставил тебя в ту именно среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют мою волю. Находишься ли ты в денежном затруднении? Трудно тебе сводить концы с концами. Знай, что от меня это было. Ибо я располагаю твоими средствами, и хочу, чтобы ты прибегала ко мне, и знала бы, что ты в зависимости от меня. Мои запасы неистащимы. Я хочу, чтобы ты убеждалась в верности моей и моих обетований. Да не будет того, чтобы тебе могли сказать в нужде твоей. Ты не верь Господу Богу твоему. Переживала ли ты ночь в скорби? Ты разлучена с близкими и дорогими сердцу твоему. От меня это послано тебе. Я муж скорбей, изведавший болезни. Я допустила это, чтобы ты обратилась ко мне и во мне могла найти утешение вечное. Обманулась ли ты в друге своем, в ком-нибудь, кому ты открывала сердце свое? От меня это было. Я допустила этому разочарованию коснуться тебя, чтобы познала ты, что лучший твой друг есть Господь. Я хочу, чтобы ты все приносила ко мне и говорила мне. Наклеветал ли кто на тебя? Предоставь это мне и прильни ближе ко мне убежищу твоему, душею твоею, чтобы укрыться от пререканий языков. Я выведу, как свет, правду твою и судьбу твою, якополудни. Разрушились планы твои, поникла ты душею и устала. От меня это было. Ты создавала себе план, имела свои намерения, ты принесла их мне, чтобы я благословил их. Но я хочу, чтобы ты предоставила мне распоряжаться и руководить обстоятельствами жизни твоей, так как ты только орудие, а не действующее лицо. Постигли ли тебя нежданные неудачи житейские и уныние охватило сердце твое, знай, от меня это было. Ибо я хочу, чтобы сердце твое и душа твоя были всегда пламенеющими пред очами моими и побеждали бы именем моим всякое малодушие. Не получаешь ты долгой известий от близких, дорогих тебе людей. По малодушию твоему и маловерию впадаешь в ропот и отчаяние. Знай, от меня это было. Ибо этим томлением духа твоего испытую я крепость веры твоей в непреложность обетований и силу дерзновения твоей молитвы о сих близких твоих. Ибо не ты ли возлагала заботу о них на мою промыслительную любовь? Не ты ли и ныне вручаешь их по крову, причистая матери моей я? Постигла ли тебя тяжкая болезнь, временная или неисцелимая, и ты оказалась прикованной к одру твоему? От меня это было. Ибо я хочу, чтобы познала ты еще глубже меня в немощах твоих телесных и не роптала бы за сие неспосылаемые тебе испытания. И чтобы ты не старалась проникнуть в мои планы спасения душ человеческих различными путями, а безропотно и покорно преклонила бы главу твою под благость мою о тебе. Мечтала ли ты сотворить какое-либо особенное дело для меня, и вместо этого сама слегла на удр болезни и немощи? От меня это было. Ибо тогда ты была бы погружена в дела свои, и я не мог бы привлечь мысли твои к себе. А я хочу научить тебя самым глубоким мыслям и урокам моим, чтобы ты была на службе у меня. Я хочу научить тебя осознавать, что ты ничто без меня. Некоторые из лучших сынов моих – суть те, которые отрезаны от живой деятельности, чтобы им научиться владеть оружием непрестанной молитвы. Призвана ли ты неожиданно занять трудное и ответственное положение, полагаясь на меня? Я вверяю тебе эти трудности, и за это благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и на всех путях твоих, во всем руководителем и наставником твоим будет Господь твой. В сей день в руки твои, дитя мое, дал я этот сосуд освященного елея, пользуйся им свободно. Помни всегда, что каждое возникающее затруднение, каждое оскорбляющее тебя слово, каждое напраслино и осуждение, каждая помеха в твоей работе, которая могла бы вызвать чувство досады, разочарования, каждое откровение немощи и неспособности твоей, будет помазано этим елеем. От меня это было. Помни, что всякая помеха есть Божие наставление, и потому положи в сердце свое слово, которое я объявил тебе в сей день. От меня это было. Храни их, знай и помни, всегда, где бы ты ни была, что всякое жало притупится, когда ты научишься во всем видеть меня. Все это послано мною для совершенствования души твоей. Все от меня это было. Субтитры создавал DimaTorzok